всем привет на моем канале вязание сегодня у нас болтологическое видео поэтому берите руки вязание чай кофе может быть кто-нибудь коньячку тяпнет за наше здоровье это конечно все шутки а то сейчас воспримите всерьез и не услышите про что я буду вам рассказывать так сегодня у нас будет тег на этот тег я уже давно думала ответить что-то как-то я его сначала было потеряла теперь вот снова нашла поэтому немножечко сегодня с вами поболтаем в кадре буду вязать снуд для младшего сына из пряжи казал бы биву обычная вяжу в две нити с градиентом из белого в оранжевый белый по палитре узнаете оранжевый номер восемьсот тридцать семь вяжу на спицах номер четыре и у меня семьдесят шесть петель в работе вижу платочной вязкой это я так знаете подробности рассказываю чтобы не подумали что у меня какие-то секрет такие огромные есть до платочная вязка ну совсем не секрет так первый вопрос у меня как обычно садится телефон поэтому будем надеяться на то что мне удастся сейчас как-то справиться я вам конечно же оставлю в инфоблоксе ссылку на канал автора этого тега поэтому проходите и смотрите первый вопрос читаете ли вы что для вязания достаточно спиц крючка и матка ниточек дам спиц или крючка наверное имеется ввиду и матка ниточек так ну давайте мы вернемся в далекий ну к примеру до любой в принципе год когда я еще не знала что такое рукодельный youtube не имела канала здесь и вся моя жизнь вязание заключалась ну скажем так в себе да потому что как я уже не раз говорила у меня нет среди реальных знакомых да то есть не интернет друзей а реальных знакомых нет активно вяжу вяжущих подруг поэтому вязание мне говорите было не с кем и вот если представить вспомнить те времена любой год взять и да хоть самое детство когда я только вот начинала вязать хоть уже попозже там в сознательном возрасте действительно у меня была пряжа да у меня были небольшие запасы но это в основном были единичные моточки я рассказывал о том что я очень часто покупала пряжу по одному мотку просто для того чтобы познакомиться с этой пряжей да посмотреть на цвет реальной жизни потому что тогда вязание конечно было далеко не так распространено совсем не так прям даже сравнить невозможно и у нас ну конечно же был какой-то оффлайн магазин но я если честно не помню почему я туда не ходила наверняка там был очень скудный ассортимент поэтому заказывала я на те времена пряжу в интернет-магазинах и обычно брала там допустим на один-два проекта полноценное количество пряжи и в догоночку до чтобы ну как-то себя порадовать или повеселить и оправдать доставку я брала всегда еще несколько мотков пряжи а могла даже знаете как взять и один и тот же артикул просто разных цветов на будущее вот поэтому даже в те времена у меня был небольшой запас пряжи но мне кажется что это где-то от силы ну килограмм пять до пряжи тогда у меня хранилась в детской тахте знаете есть там такое отделение для постельного белья и вот у меня там хранилась пряжа и всякие журналы по вязанию по шитью и по вышивке тогда влезала вот этот ящик и у меня был совершенно скудный ассортимент спиц это были прямые спицы все с тефлоновым покрытием где-то наверное у меня было от силы 45 пар двойка точно была потому что я помню отлично как я приобретала ее на для того чтобы связать к джемперу из витокоттон коко спицами резинку как сейчас это помню какой-то был кошмар я вязала и у меня просто спицы перед глазами были не видела петель это было очень долго очень был джемпер связан весь крючком а вот резинку мне почему-то вот приспичило взять спицами я пошла купила тонкие спицы тефлоновые ковыряла эту резинку и стопроцентного хлопка да но она конечно форму свою не держала было просто ну для красоты да у меня точно были три с половиной четыре четыре с половиной пять и по-моему было шестерка все это все были прямые спицы длиной 30 сантиметров такие знаете как весла сейчас бы наверное в руках они были именно так чувствовались бы и крючки тоже это не был набор крючков это были крючки куплены в разные времена моей вязальной жизни что-то там было и из еще детских вообще запасов да то есть когда еще я была совсем ребенком училась начальной школе мне там какие-то крючки тоже перепадали если честно даже не помню покупали мне или может быть кто-то отдавал но в общем тогда брендовыми инструментами я не была балована и вообще если честно понятие бренда да то есть понятие о том что есть какие-то спицы покруче там или получше по качеству такого не было спицы были спицы они все были одинаковые была разница только вот в покрытии да потому что продавались уже тогда вам буковые спицы китайские продавались обычные металлические типа гаммы и вот эти тефлоновые но вот почему-то тефлоновые я больше всех любила мне нравился их звук они такие звонкие знаете вот и все больше у меня реально ничего не было ну конечно было записи в смысле тетрадь да записная книжка ручка какая-то или карандаш там схемы расчеты это все было журналы иногда приобретала но вот каких-то вспомогательных аксессуаров или каких-то дополнительных инструментов для вязания как спицами так крючком не было у меня вообще ничего да то есть не счетчиков рядов не каких-то там уж тем более заглушек все это было ну все было очень просто ты берешь спицы набираешь петли вяжешь тебе нужно посчитать и где ты берешь считаешь тебе надо отметить значит и берешь просто и записываешь по ходу вязания где-то там какие-то убавки делаешь вот так что да можно сказать да что для вязания для вязания вообще в целом для вязания для процесса вязания достаточно самого инструмента и непосредственно материалы из которого будете за то есть мотка пряжи или там нескольких мотков пряжи что вы там вяжете сейчас три с половиной года прошло даже чуть больше как я на рукодельном youtube и и сейчас конечно у меня помощников очень много целая куча всего-всего-всего не могу сказать что я всем пользуюсь потому что но у меня большинство большая часть вот этих дополнительных аксессуаров появилась в рамках сотрудничества с китайскими различными сайтами они предлагают товара на обзор да ну и конечно же я выбирала в частности ну инструменты и аксессуары для вязания пуговицы еще дополнительно могла взять вот ну потому что канала вязание мне тогда казалось что ну что-то другое показывать здесь совершенно будет неинтересно сейчас немножечко я уже по-другому думаю хотя не считаю что можно допустим на вязальном канале что рекламировать колготки да например вот ну и связи с этим особенно в связи с тем что в основном я выбирала какие-то наборы какие-то кейсы да где все было включено то у меня конечно очень много всего и есть вещи которые совершенно не прижились да и обрелищество помощников есть вещи которым я пользуюсь достаточно активно и сейчас уже сейчас я не представляю комфортного вязания без этих вспомогательных аксессуаров хотя конечно если вдруг пришлось то никогда бы не делась и часто бывает такое что когда в поездку внезапно собираешься то конечно там хватаешь спицы хватаешь там моток пряжи и уже не думаешь ни про счетчики рядов не про заглушки и как-то же справляюсь но я правда сейчас в дороге очень редко вижу потому что не знаю с каких пор начала кружиться голова в дороге раньше такого не было то есть я могла спокойно вязать всю 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 дорогу и умудрялась связать приличный кусок работы пока мы там куда-то забирались ну а сейчас у нас вообще транспорта временно нет личного поэтому нет транспорта скажем так нет головокружений так поехали дальше второй вопрос какими аксессуарами для вязания вы пользуетесь а какие только планируете вести свое увлечение перечень некоторых аксессуаров ну давайте сначала по перечню а потом а потом я вспомню возможно что-то свое значит первое здесь проектная тетрадовать и вот так поставим главное фокус найти да потому что у меня зрение такое я как этот телефон могу фокус поймать могу не поймать так значит здесь 1 проектная тетрадь да я пользуюсь проектной тетради у меня она пока всего одна но я в будущем планирую заиметь еще одну потому что когда-то это закончится и на сегодняшний день проектная тетрадь для меня удобная вещь первое время я ей не пользовалась точнее когда я ее получила в подарок до подписчицы и первое время я конечно ее сразу завела что-то там начала писать я тогда вязала худи для мужа ромату и начала писать расчеты но кроме название проекта наверно артикула пряжи может быть цвет я записала ну знаете вот самая первая записи я сделала и все и потом у меня целый блок посвящен этому проекту он пустой пару раз я еще пробовала заводить но как-то сначала не прижилось а теперь как раз таки я очень очень тщательно все записываю потому что поняла что если я не буду с помощью вот этой тетради записывать все что нужно то я обязательно какой-нибудь момент упущу и показывает практика спустя какое-то время именно спустя какое-то время именно этой информации тебе обязательно не хватит вот поэтому я теперь ради того чтобы потом не страдать от того что я что-то забыла и не пересматривать свои же видео все практически все записи по проектам каким-то да то есть по таким вещам по которым ты делаешь записи расчеты я стараюсь записывать именно в проект на тетрадь сейчас у меня ну а может быть половина исписана и я уже задумывалась о том чтобы приобрести новую тетрадь до чтобы в тот момент когда вдруг закончится у меня уже было в наличии чистая так проектные сумки тоже пользуюсь успешно у меня специализированных таких вот чтобы до несколько специально для этого дела всего три они мне приходили на обзор от илоны я вам оставлю ссылочку на ее инстаграм мы нашли потрясающие сумки очень красивая у нее очень хороший вкус на это дело и отменное качество я сейчас говорю девочки от чистого сердца потому что вот уже два года прошло я пользуюсь этими сумками активно и я их ну скажу так я не берегу такие вещи это не золотые сережки чтобы там как-то куда-то убирать какие-то потайные места у меня проектные сумки они предназначены для того чтобы хранить процесс до в чистоте чтобы кошка не пришла затяжку не поставила поэтому я могу проектную сумку где-то и там и на заднее сидение машины бросить а муж потом допустим как-то случайно или там бы складывать сиденье да и бросит ее на пол то есть ну она конечно вот стоит здесь или не знаю видно в кадре нет они чистые но я не пылинки с них не сдуваю и ничего их не берет ни один шовчик не разошелся поэтому вот прям лунины сумки рекомендую если вдруг задумывает сейчас над покупкой я думаю что вам что-нибудь да приглянется тем более насколько я знаю по секрету луна готовит новогоднюю коллекцию новую да и она постоянно добавляет в свой ассортимент какие-то новые модели да то есть где-то какой-то карман удобно добавить она сама вяжет я знаю а потому что подписано конечно же на ее профиль в инстаграме и конечно же когда человек вяжет ему проще скажем так совершенствовать вот эти проектные сумки для вязальщицы так дальше я честно скажу я бы хотела заиметь еще пару больших сумочек именно крупных потому что хранить мелочевку можно более-менее вот с ну да положил ну он быстро свяжется вот для крупных изделий мне проектных сумок не хватает иногда я подумала над тем чтобы сама что-нибудь сесть пошить но нет у меня времени на это хотя я честно говоря своих способностях не сомневаюсь потому что было время я увлекалась шитьем но это нужно съездить в минск это нужно найти какой-то хороший магазин ткани с ассортиментом хорошим да найти что тебе понравится потратить денежку проще конечно в этом плане когда живешь вот в таком небольшом городе то проще конечно купить готовое особенно когда времени свободного не так уж и много поэтому ну а вот я что-нибудь у алон и у элона себе к новому году тоже и приобрету пойду обязательно только к ней если вдруг соберусь потому что просто я уже знакома да с качеством ее сумок так блокаторы для носков стоперы и маркеры блокаторы для носков пользуюсь но сейчас уже давно носки не вязала последние носки из лана волос я не блокировала потому что ну как бы на ноги сразу нацепила можно сказать да вот а так когда вижу носочки и мне нужно допустим показать их видео как готовую работу я использую блокаторы у меня деревянные блокаторы и где делал мой муж у меня еще самое наверное первое из того что он делал и есть еще блокатора для варежек в варежке тоже давно не вязала поэтому ничего уже ну наверное полгода ничего не блокировала если не чуть-чуть не больше так дальше стоперы стоперами пользуюсь очень редко просто потому что забываю и вот как раз таки проектные сумки когда наделены карманами внутренними или внешними удобно да в этом плане что можно просто сразу в сумку да сделать такой мини скажем так набор до стоперы положить счетчик рядов какие-то маркер очки какой-нибудь там карандашик или ручку и и листок чистой бумаги для того чтобы когда вы собираешься в дорогу схватил только пряжу спицы сумку захватила и все а у тебя уже все в этой сумке лежит у меня очень часто бывает такое что процесс лежит и слетают петли слава богу пока без серьезных последствий не приходилось мне распускать но имея стоперы да у меня целый там набор опять же с китайских сайтов наверно шесть пар заглушек ну вот не пользоваться по моему глупо надо как-то вот наверное ближе к рукам поставить да потому что стоит сейчас у меня эта шкатулка не в самом удобном месте для меня маркерами пользуюсь регулярно без маркеров вообще сейчас жизни свои не представляю в частности чаще всего я пользуюсь маркером именно конца начала ряда ну то есть обозначаю конец начала ряда регланные линии выделяю только если это лицевая допустим гладь и регланные линии тоже лицевыми выполнены чтобы не потеряться и не ну потеряться конечно сложно но вот чтобы знаете не концентрировать свое внимание на этом вязать и вязать если вдруг регланные линии как-то по узору выделяются и все равно приходится следить за схемой то конечно я не выделяю маркерами потому что может быть для кого-то это смешно прозвучит переодеть 8 маркеров ряда узнаете ли тоже занимает время вот а я жадина так счетчиками рядов тоже пользуюсь регулярно и постоянно у меня их очень много я пользуюсь только электронными мне вот эти барабанные не прижились посматривая на фирменные нетрошные счетчик рядов там такое потрясающее красивенное кольцо но стоит оно каких-то баснословных денег 30 долларов за счетчик рядов конечно занадто я бы сказала то есть слишком да если пару пользуюсь обычными электронными тоже где-то там на обзор приходили большую часть конечно я заказывала сама и они у меня все цветные к сожалению китайцы меня не сильно разно как бы порадовали разнообразием прислали мне сколько по внутри оттенка серого и черный да то есть у меня грубо говоря серые белые нет три оттенка серых черный белый синий и вот в последних последнем заказе или где-то у меня случилось это счастье бирюзова мне пришел вот так что пользуюсь счетчиками активно и поскольку я веду много процессов одновременно то у меня счетчик рядов обычно лежит в проектной сумке то есть чтобы я не перепутала где от какого у меня процесса счетчик таблички для образцов но у меня есть такие картонные белочки я сейчас конечно их вам не покажу картонные белочки мне их дарила моя вязальная подруга ириша с канала я чипа и она их сама скажем так изобретала ну конечно не изобретала просто начертила под свой вкус тоже первое время что-то я не поняла сначала кайфа от них а потом для обзоров пряжи очень даже неплохо мне у меня это все дело прижилось поэтому сейчас вместо того чтобы ввести записи в какой-то отдельной тетради потом это все листать я беру такую картонную бирку она размером с визитку стандартная и все записи по образцу до вытого после вытого записывая именно на вот эту девочку и потом эту девочку можно аккуратно к образцу прикрепить вот был бы дырокол да вообще было бы супер кончиком привязал и ничего не потеряется и храню вместе с образцами образцы я храню потому что опять же как показывает практика могут и пригодиться в будущем да и сэкономить время для того чтобы не вязать новый образец вот поэтому потихонечку и это у меня прижилось клубочницами не пользуюсь просто потому что у меня нет и на самом деле ну желание приобретать у меня нету сменит такого что у меня нету но я бы очень хотела нет не хотела у меня есть обычные корзинки пластиковые такие и мне этого вполне достаточно для того чтобы комфортно вязать клубок у меня по всему дому не бегает я ставлю или корзину или ложу допустим на кресло вы за себя то есть мне комфортно и без клубочницы футляры для спиц и крючков отдельная тема да то есть если это набор спиц то все спицы у меня хранятся в чехле родном а если это круговые какие-то или разъемные спицы то они у меня также хранятся в своих упаковках в которых они продавались я ничего не выбрасываю ну не знаю мне так спокойнее а вот все вместе спицы и крючки у меня хранятся в отдельном таком специальном комоде который тоже делал мой муж очень удобная штукенция я там периодически развожу бардак потом навожу прядки ну вот для хранения инструмента отличный вариант но что я помню когда у меня не было такого изобилия спиц и у меня стояли все спицы в таком пластиковом контейнере не помню от чего от какого-то салата или что у меня мама в магазине работает как-то притащила и просто со временем у меня туда все перестало влазить и я попросила мужа сделать вот такой мне комодик так линейки для спиц пользуюсь очень и очень редко потому что как я уже сказала у меня все инструменты хранятся на своих местах у меня нет потребности в том чтобы разузнавать какой-то размер спиц потому что ну я по этикетке там допустим или по наклейке вижу ну и если говорить о наборах спиц то обычно спицы промаркированы хотя на некоторых спицах в том вот в частности на аде у меня на на самых ходовых уже номера нет шкатулки коробки и корзины всем этим пользуюсь и все это очень люблю у меня много всякой такой мелочевки и шкатулочек корзиночек каких-то без этого мне кажется вообще никуда подставки для листа со схемы на это больше для вязальщиц нет таким я не пользуюсь я вообще со схемами не очень как бы привыкла работать так спицы крючки ножницы это инструменты в поле зрения этого тега они не входят вот так вот это так пояснение так следующий вопрос как вы а давайте я подумал что у меня еще есть у меня есть еще огромное количество всяких дополнительных инструментов как вспомогательные спицы трикотажные иглы расшивания это все тоже мне приходилось китайских сайтов и этим я тоже уже пользуюсь постоянно спицы вот эти изогнутые для заплетения аранов и жгутов пользуюсь крайне редко просто потому что не так часто во первых я вижу изделия с аранами а во вторых не так часто я вижу изделия с аранами крупными потому что мелкие араны мне удобнее и быстрее переплетать без дополнительных инструментов вот поэтому тоже такой важный инструмент и еще я очень давно и очень активно пользуюсь петли съемниками когда-то эти петли съемники я вообще приобретала для того чтобы как раз таки заплетать жгуты и косы да то есть вместо вот это изогнутые спицы я снимала свои петельки на петле съемник и бросала его смело там или заработали перед работой у меня было очень удобно с ним работать я не знаю лет шесть так делала а потом пришли эти спицы как-то в наборе они у меня вообще не прижились и я продолжала пользоваться петли съемником для этих целей а вот сегодня уже но не сегодня конкретно да вот на сегодняшний день я уже к этой спицы изогнутой немного приспособилась но опять же не так часто вижу крупные до широкие араны и поэтому ну не так часто прибегаю хотя в наличии такой вспомогательный инструмент у меня также имеется так следующий вопрос третий как вы считаете может ли такой аксессуар как проектная сумка увеличить количество недовязок ну это с какой колокольни смотреть я думаю тут подозревается именно тот момент что обычная проектная сумка это какой-то непрозрачный мешочек да и наверное намекается тонко на то что можно забыть что там хранится да и просто не вязать но я так не считаю потому что лично как у меня устроена у меня есть помимо проектных сумок у меня есть проектный сундук в сундуке у меня гранится ну как обычно до в сундуке хранится что у бабушек то очень редко мы пользуемся поэтому у меня в сундуке как раз таки хранятся мои процессы долговяза, да, которые я в данный момент не хочу вязать, не могу вязать по разным причинам, не хочу, не могу, не успеваю, не актуально, нет желания, нет настроения, не сезон, не тот цвет, ну, всякое бывает. Я себя в этом плане сейчас уже точно больше не хочу ограничивать, награничиваю, знаете ли. А вот как раз таки то, что лежит у меня в проектных сумках, это в частности обычно те процессы, которые в данный момент я активно продвигаю, да, вот, ну, сейчас, конечно, это не совсем правда, да, но вот, если говорить о своих трех проектных сумках, нет, у меня четыре проектные сумки, у меня есть, значит, три эталоны и и одна сумка от Наташи, Наташа мне дарила, по-моему, перед самыми родами, нет, вру, я была в положении уже, это был день рождения, по-моему, нет, подождите, нет, я уже жила в этом доме, было так прекрасно упакована посылка, столько стикеров, все было подписано, ну, просто я плакала, я очень хорошо это помню, настолько это было перед роддомом, да, потому что я с собой унесла маркеры, вот эти лампочки, которые мне Наташа подарила, и я тогда впервые поняла, какой это кайф, когда маркер очень тоненький, и от него не остается никаких протяжек, да-да-да, вот, значит, проектные сумки у меня обычно предназначены как раз-таки для хранения активно вяжущихся процессов, в данном случае в сумке проектной по правой руке от меня лежит ланагод фисташкового цвета 193-го, у меня в прошлом году был задуман из этой пряжи прайер для старшего сына, точнее, комплекта аксессуаров, да, варежки, шапка и снуд, снуд я успела связать до родов, а вот шапку и варежки уже отложила на более подходящий сезон, потому что, ну, кому нужны летом варежки ни мне, ни ребенку, ни подписчикам, я уверена, тоже они нужны, вот, так что сейчас как раз-таки пришел сезон, уже, может быть, даже у некоторых, я знаю, и конкретная зима настала, у нас пока еще плюсовая температура днем, да, в большинстве случаев, поэтому, вот я сегодня планирую заняться съемкой мастер-класса по варежке, даст Бог у меня все получится, да, в смысле, по времени я осилю, столько съемок, не помню, когда там по контент-плану, по-моему, не по контент-плану, а по рабочему плану, среда или четверг стоит съемка мастер-класса по шапке, то есть, как раз-таки, то, что я собираюсь вот-вот вязать, у меня хранится в этой сумке, в другой проектной сумке у меня хранится лопопейса, и из всех текущих процессов, это как раз-таки, тот процесс, который для меня более всего важно закончить как можно быстрее, то есть, у меня как раз-таки, наоборот, это все работает, проектные сумки у меня постоянно на виду стоят, и я всегда помню, что у них хранится, поэтому я не могу сказать, как это работает вообще в целом, но у меня не работает, так, чтобы я забывала, я быстрее забуду, что лежит на дне сундука, но опять же, да, я слишком часто там копошусь, навожу какие-то порядки, поэтому я все помню, так, четвертый вопрос, какие маркеры, какой формы ваши фавориты, и почему, за что вы их цените, за удобство, красоту, легкий вес, или что-то другое, так, мои самые любимые маркеры, это маркеры, в моем случае, конкретно, вот в моем случае, это маркеры, которые мне подарила моя подписчица Таня, я, вот прямо недавно, даже не помню, не знаю, почему так совпало, рассказывала, пытаюсь сейчас найти, у меня явно с тобой есть один, так, 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 убегает, рассказывала на блоговом канале, и показывала, значит, у меня есть вот такой набор маркеров, их у меня было 5 штук, это маркеры на таком вот тросике, значит, у меня их, как я уже сказала, 5 штук в наборе, и это мои самые любимые маркеры, ну, во-первых, не знаю, почему я, ну, меня просто к ним тянет, вот и все, и если говорить о конструкции, да, то есть, о форме, и из чего это сделано, и в этом плане, эти маркеры занимают первое место, вот этот трос в виде петли, он, во-первых, жесткий, да, то есть, нет такого, что ты в процессе вязания не можешь подцепить с первого раза спицы маркер, чтобы перебросить, потому что он там как-то мнется, нет, он очень жесткий, хороший тросик, он в то же время очень тонкий, он, ну, сейчас я вам скажу, приблизительно как ниточка на 50 грамм, 250-300 метров, вот, поэтому это очень удобно, я вот пока не повязала маркерами с такой вот петелькой, я пользовалась вот этими китайскими булавками пластиковыми, и вы знаете, я тогда в этом просто этого не видела, а вот когда перешла вот на такие петельки, осознала, что вот эти маркеры, они действительно оставляют какую-то такую прореху, да, в вязании, вот, у меня есть маркеры на колечках, я ими чаще, я ими реже пользуюсь, да, и есть у меня еще, если, вот это если ручная работа, да, ну, не все себе могут позволить, не всем, там, подарили, если что-то бюджетное, то есть такие маркеры, они, лампочек, слушайте, сейчас покажу, как повезло, да, я сначала как раз таким, вот, меня Наташа познакомила с ними, а потом я себе заканчиваю, заказала целый пакетик такой на джуме, цветные заказывала, Наташа мне дарила серебро и золото, да, под серебро, под золото, а я себе заказывала целый мешок цветных, это тоже очень удобно, они тоже тоненькие, единственный минус именно в этих маркерах, это то, что я, допустим, ими не пользуюсь в процессе вязания, я скорее по ходу работы, да, развешиваю, то есть у меня нет необходимости раскрывать маркеры, и поэтому я палец не травмирую, в них единственный минус, то, что они, кончик вот этот, да, который раскрывается, он островатый, можно уколоться, все, а так это лучшее, что можно было, что можно иметь, да, то есть вот такой вот тоненький металлический маркер, по поводу того легкости, или там тяжелый маркер, честно говоря, у меня нет таких маркеров неподъемных, чтобы я прям в процессе вязания чувствовала тяжесть маркера, не помню такого, ну, в общем, конкретно вот эти мои любимые, я их люблю за удобство, за, скажем так, их, ну, пусть будет это безопасно, да, ничего они за собой не оставляют, никаких следов, ну, и, конечно же, за красоту, и за то, что это было подарено с душой, вот, я это прямо чувствую, следующий пятый вопрос, есть ли у вас проектная тетрадь, или вы ведете записи в обычной тетради блокноте, доверяете ли вы электронным носителям информации, таблицы в компьютере, флеш-карты, карты памяти, так, я рассказывала в начале этого видео о том, что я веду проект на тетради, почему я это делаю, и, конечно, для меня, записи от руки более надежные, если ты знаешь, где они лежат, да, то есть, что написано пером, как говорится, не вырубишь топором, поэтому это, конечно, надежно, так, повесила маркер и начала вязать, ну, чудо, думаю, откуда взялся звук, сейчас я сниму, девочки, подождите, помимо записи в проект на тетради, я вела несколько тетрадей, таких формата А4 на пружине, в этих тетрадях я зачастую записываю всякие расчеты, схемы, эскизы, замеры плотности, когда снимаю мастер-классы по каким-то крупным работам, да, потому что мне важно, чтобы это был большой объем чистой площади для записи, чтобы это все было хорошо видно, таких тетрадей у меня, по-моему, уже 4, 3 для мастер-классов, и одну тетрадь отдельно я завела для описаний, да, потому что в процессе создания описаний очень много расчетов всяких, не всегда это сразу чистовые расчеты, где-то приходится что-то перечеркивать, я не любитель перечеркиваний, не любитель черновых тетрадей, но поняла, что мне нужна отдельная такая тетрадь, где я смогу со спокойной душой калякать, как захочу, как придется, поэтому у меня вот такой черновик отдельно для описаний завелся. Насчет того, доверяю ли я электронным носителям, ну, до определенного момента, который вот недавно со мной случился, я вообще не задумалась об этом, я из тех людей, которые стараются не думать о плохом, да, поэтому, когда у меня на прошлой неделе, на прошлой или на позапрошлой, на прошлой, наверное, в понедельник, если я не ошибаюсь, то есть чуть больше понедельный назад не открылся файл в компьютере с практически готовым описанием, для меня это была целая трагедия, и я вот, мне 31 год, да, я с компьютером, извините, работаю с 15 лет, при том, с 17 лет у меня связано с компьютером профессиональная деятельность, я по профессии секретарь-референт, да, вот до того, как пришла сюда на рукодельный YouTube, кадровик, то есть у меня вся моя профессиональная карьера до визуального YouTube, она была связана с работой на компьютере, и никогда у меня не было такого, чтобы, ну, какие-то проблемы возникли сами по себе, да, бывало такое, что там как-то неправильно сохранишь изменения, или случайно саму-то лишь документ, но вот такого, чтобы просто по необъяснимым причинам файл не открылся, у меня такого ни разу не было, поэтому я, честно говоря, подрастроилась, и там уже разные варианты мне девчонки предлагали, да, как это можно восстановить, ничего не сработало, и компьютер у меня не загружен, да, бывает такое, что когда уже битком забита память компьютера, бывает, могут быть такие сбои, но у меня компьютер чистый, я его постоянно чищу, то есть я, ну, скажем так, осторожничаю в этом плане, да, ну, что, теперь я имею такой горький опыт, описание мне пришлось оставлять с нуля практически, да, хорошо, что есть записи, там, какие-то в этих же, в той же самой, в самой тетради, да, с всякими каляками, маляками, да, что-то удалось восстановить уже быстро, что-то вот сейчас в одном месте я застряла, потому что место то описывала, и сразу на ходу упечатала, на компьютере была такая возможность, поэтому сейчас даже и не знаю, доверяю я или не доверяю, флешки, ну, возможно, да, если никому не давать, если использовать просто как, какой-то носитель, хранитель, да, больше информации, то почему бы нет? Единственное, что я никуда не хожу, и это надо просто завести флешку для того, чтобы на нее что-то постоянно копировать, чтобы она эту информацию хранила, а у меня флешка точно есть где-то, но вот как-то, вот знаете, как я уже сказала, о плохом не думаю, знал бы, где упадешь, соломку подстелил, правда, знала бы я, допустим, что там может не открыться мое описание, все мои труды полетят к черту, то, конечно, я бы была умнее, сохраняла бы копии, а вот как-то, ну, просто не подумала я об этом, и поэтому я теперь, я не знаю, стоит ли мне сейчас говорить о том, что я могу доверить свою работу компьютеру, вот не перемотала моток, в 348 раз уже жалею, сейчас очень редко перематываю пряжу в клубки, помните, да, наверное, меня все так и запомнили, Алину, которая перематывает пряжу в клубки, и потом все у нее спрашивают, а зачем вы перематываете пряжу в клубочке, вот я почти 4 года на ютубе, этот вопрос до сих пор актуален, сколько раз рассказывала, и все равно спрашивают, и спрашивают, и спрашивают, ну, вот знаете, в последнее время, время на перемот, не хватает, приходится вязать из мотка, и каждый раз думаю, елки-палки, ну, вот, сама себе не сэкономила время, так, короче, я больше доверяю бумаге, а еще лучше голова, особенно, когда она выспавшаяся, то она лучше любые флешки, если вдруг вы слышите звон какой-то, у меня на голове просто ободок, рождественский, я убрала челку, и это оленьи рога, такие, знаете, с пайетками блестящие, да, и тут есть бинцы, вот они периодически позвонивают, ну, а что, я люблю ждать праздник, мыслями готовлюсь заранее, так, шестой вопрос, приобретали ли аксессуары для вязания на Алиэкспресс, и других китайских сайтах, что вы можете сказать об ассортименте и качестве, так, четыре сайта, Алиэкспресс, Джум, Бенгуд и Нью Чик, с Алиэкспрессом очень давно ничего не делаю, просто потому что, в частности, платная доставка в Беларуси меня, если честно, ну, немного коробит то, что нужно искать именно бесплатную доставку, поэтому я в большинстве случаев сейчас пользуюсь сайтом Джум, все то же самое, шикарный ассортимент, ассортимент, все, что хочешь, можно найти, и бесплатная доставка во все точки мира, да, то есть, нет вообще платной доставки, даже если это что-то очень тяжелое, дорогое, или там, наоборот, легенькое совсем, и почти бесплатное, независимо, да, то есть, всегда бесплатная доставка, в этом плане мне Джум очень нравится, я уже пользуюсь им года два, наверное, пара товаров, конечно, мне не дошло, ну, так, это случается с каждым, и здесь уже, я думаю, проблема именно не в самом, не в самой площадке, да, а может быть в продавцах, хотя скорее больше в почтальонах, которые эти посылки несут не в тот домик, вот, что касаемо Banggood и NewChick, был момент, сотрудничества, скажу так, Banggood мне сайт, в принципе, очень даже, ну, мил, да, сердцу, нормальные, приемлемые цены, хотя все равно на Джуме и на Алиэкспресс дешевле, но не такой широкий ассортимент, и, я, конечно, сама там ничего не заказывала, обычно, то есть только посредством сотрудничества с менеджерами, которые предлагают товары на обзор, а вот NewChick отдельная вообще, отдельный разговор, очень скудный ассортимент, и завышенные цены, то есть то, что продается за 5 долларов на NewChick, допустим, какой-то набор пуговиц, можно смело найти на том же Джуме в 2 раза дешевле, а то может быть и в 3. я не понимаю, если честно, как они так, на чем они вообще живут, в наше время, когда все в курсе, что есть Алиэкспресс, на котором все-все-все дешево, вот поэтому у меня, у меня, кстати, на канале есть обзорное видео товаров рукодельных с китайских сайтов, там какие-то ссылки я, по-моему, оставляла, поэтому я постараюсь найти то видео и вставить вам ссылочку здесь в инфобоксе, чтобы вы могли посмотреть, я там рассказываю о том, что мне по качеству понравилось, что не понравилось, так дальше, седьмой вопрос, что из аксессуаров для вязания вы считаете достойным подарком рукодельницы на день рождения Новый год 8 марта, так, лучший подарок, несомненно, это пряжа, на первом месте, я считаю так, потому что, несмотря на то, знает ли человек о ваших предпочтениях по пряже или нет, вероятность совсем не попасть, она, ну, такая, знаете, очень низкая, ну, что, не попадешь ты с цветом, да, но я думаю, что вязальщица, особенно, которая имеет семью, она найдет куда применить пряжу, допустим, которая, возможно, ей не к лицу, да, допустим, не знаю, темно-синий свитер, она свяжет своему мужу, или там, старшему сыну, младшему, не знаю, кому угодно, поэтому первое, на первом месте, это однозначно стоит пряжа, конечно, если вдруг задумаетесь о том, чтобы подарить своей подружке, или, возможно, мужчины смотрят, да, нет, давайте так, вы сидите, смотрите YouTube, вяжете, я тут вяжу, болтаю, а муж сейчас, ваш сбоку, сидит в танчике, играет, ну, условно, да, хорошо, читает газету, новости, или, допустим, работает, и краем уха сейчас меня слышит, вот я, как будто бы вам рассказываю, а вообще, такой тонкий посылка к мужчине, если вдруг решите дарить своей жене, рукодельные подарки, а я считаю, что если вязальщица сумасшедшая, как обычно их называют, то это очень хороший подарок, то не поленитесь и посоветуйтесь, возможно, с кем-то, может быть, с продавцом, можете мне в конце концов написать, по поводу составов, ни в коем случае не берите на подарок 100% акрил, только, конечно, если вы знаете на 100% уверенно в том, что ваш объект, кому вы собираетесь дарить, любит только, допустим, акрил хороший, то, конечно, да, но акрил на подарок, я считаю, это не очень хорошая идея, возьмите меринос, вы шерсть, возьмите какой-то модный нынче состав, там, с шерстью яка, или что там еще сейчас, ангорка, да, вот это очень модное, пух кролика, ну, в конце концов, 100% шерсть, или, если жена ваша, или там сестра, мама вяжет летние вещи, то 100% хлопок, вот, несомненно, точное попадание, этому точно можно найти применение, вот, потом, на втором месте, я считаю, это книга, потому что, ну, книга, она просто даже для вдохновения, хорошую роль играет, да, ну, и, конечно же, надо понимать, что если вязальщица вяжет только спицами, то книга должна быть в вязании спицами, если это книга в вязании крючком, то и жена ваша там, или кто, должны вязать крючком, ну, или и тем, и тем, и тогда вам проще, вот, чаще всего, я думаю, что более уместно было бы дарить именно книгу с узорами, да, потому что по описаниям вяжут далеко не все, учиться по книгам тоже, но я думаю, что как минимум половина уже умеет большинство там каких-то техник исполнять, или, допустим, им хватает тех знаний, которые они имеют, и поэтому, ну, нет у человека ни желания, ни времени что-то изучать, это его личное дело, поэтому я считаю, что самым лучшим вариантом книги станет книга с какими-то узорами, да, обратите внимание, что чаще вяжет человек, какие-то ажурные вещи, ажурные это с дырочками, если что, какие-то косички, да, объемные, какие-то, допустим, может она вяжет, очень любит вязать носки, тогда можно подарить книгу о вязании носков, поэтому на втором месте книга, на третьем месте аксессуары, в смысле инструмента, да, для вязания спиц и крючки, но здесь нужно действительно быть очень внимательным, потому что, ну, к примеру, да, вот сегодня мне подарить набор бамбуковых спиц, и я мило улыбнусь, конечно же, но вязать им просто не смогу, потому что это не мой материал, я не могу вязать бамбуковыми спицами, мне очень, очень не скользко, а мне как раз таки металл больше подходит, да, хотя вот сейчас я задумываюсь о приобретении набора деревянных спиц, но это особенная деревянная спица для меня, потому что они скользят, вот, и если уж вдруг надумаете подарить какой-то набор спиц, это конечно не дешево, то есть, грубо говоря, готовьте 100 долларов, я думаю, так вот, если особенно в тренде, доп, лики какие-нибудь покупать, или чагу, а то и дороже получится, то в этом случае я считаю, что лучше или спросить у того человека, который может точно знать, что нужно вашему объекту дарения, или конкретно спросить у объекта дарения, или как-то выяснить эту информацию, да, потому что, ну, хотелось бы, что если вдруг уже дарить набор инструментов, то это должно быть 100% попадание, вот, ну, а так, конечно, если какой-то небольшой праздник, то вполне можно какими-то приятными мелочами обойтись, вот, что из аксессуаров для вязания, аксессуары, ну, маркеры ручной работы, почему нет, теперь такое изобилие, потом, что клубочницы вот эти красивенные, есть и деревянные, и керамические, есть и изотоксидные свалы сейчас, чего только нет, потом, что, какие-то шкатулки красивые для хранения мелких аксессуаров, там, тех же пуговиц, или, там, крючков, иголочек, много чего можно, проектные сумки те же, почему нет, Элону, вот, переходите, да, смотрите, в общем, было бы желание, найти подарок можно, так, давайте дальше, восьмой вопрос, как YouTube повлиял на ваши покупки аксессуаров, если, если то, что вы увидели впервые, только здесь урокодильницы, потом приобрели для себя, ну, на самом деле, много-много, да, я рассказываю о том, что до рукодельного YouTube у меня вообще ничего не было, про счетчики электронные я узнала с YouTube, про линеечки тоже с YouTube узнала, про все вот эти стоперы, все узнала с YouTube, ну, про иголки вот эти изогнутые спицы, да, я, конечно же, знала еще до, повлияло ли на покупки, нет, YouTube нет, YouTube точно нет, повлияло, повлияло доступность китайских вот этих покупок, да, потому что было как-то время, не знаю, сколько лет назад, и была проблема у меня, помню хорошо, я не могла подключить карту для оплаты интернет-покупок, но вот что-то не то было с ней, да, и через банк пробовала, и специалист вроде помогал, не получилось, как только все у меня наладилось с этим делом, то я вполне спокойно могу залезть там на тот же джун, и что-нибудь полистать, и для радости какую-нибудь мелочевку прикупить, хотя уже давно ничего не покупала, последняя покупка рукодельная, она не перешла, я заказывала себе набор крючков, но заказывала, честно скажу, для красоты, он был совсем недорогой, он мне не пришел, поэтому я вам его и не показывала, так, немножечко я отвлеклась, ну, в общем, смело скажу, что никак не повлиял YouTube на мои рукодельные покупки, возможно, повлиял как-то на количество пряжи в моих запасах, но опять же, да, первое время, потому что запасаться пряжей я стала, честно скажу, до появления канала, запасаться пряжей я стала в те времена, когда я вязала на заказ, и мне казалось, что это необходимость, да, иметь какой-то там запас пряжи, но тогда, конечно, это были не такие объемы, потом первый год, год-полтора я сама покупала пряжу, причем регулярно, и, конечно, можно было быть скромнее в этом плане, но у меня это очень большая радость, да, я в этом ничего плохого не вижу, от голода никто не умер, одно дело, когда человек себя не контролирует, и на последние деньги, там, вместо того, чтобы заплатить, допустим, не знаю, за отопление, да, покупает пряжу, другое дело, когда он может себе это позволить, и поэтому здесь, конечно, его осуждать за это, я считаю, никто не имеет права, но вот у меня последние два года, уже почти два года, да, запасы растут без моего участия, можно ли так сказать, то есть я очень редко сама что-то покупаю, если вдруг мне вот прямо сейчас надо, вот я для марафона по шапкам, там пару моточков буквально прикупала, хотя есть в запасах, но вот мне хотелось, да, иногда хочется что-то и самой купить, в конце концов, но это редко бывает, это там, ну не знаю, раз в три месяца в среднем, да, и совсем в небольших количествах, одна самая крупная покупка, это вот к Новому году, и летом я тоже там что-то разошлась было, сейчас нет ни желания, ни в принципе, не то чтобы возможностей нет, просто сейчас немножко другие у меня цели, да, по растратам, так, ну и запасы, вот, да, возможно на запасы это повлияло, хотя я свои запасы пряжу просто обожаю, я об этом повторяю, и буду повторять очень-очень много раз, чем больше, тем лучше, знаете, не сгниет, придут, возможно, какие-то ужасные тяжелые времена, или, допустим, сильный мороз, и я дом свой обошью пряжей, я, конечно, шучу, но почему нет, в смысле, почему не пошутить, да, так, и последний, девятый вопрос, итак, что же такое вязальные аксессуары, мода, необходимость, способ заработка на тех, кто вяжет, или что-то еще, мне, честно говоря, совершенно не понравилась формулировка способ заработка на тех, кто вяжет, или что-то еще, да, ну, что-то еще, возможно, имеется что-то еще в виду, какой-то другой вариант, способ заработка на тех, кто вяжет, это как понимать, никто же нас не заставляет покупать, да, То есть каждый человек имеет право на дополнительный доход, на основной доход. Чем ему зарабатывать эти деньги, да, решать только ему. Главное, чтобы это было честно, с заработанным трудом. Это физический труд или это умственный труд. Человек производит что-то, а покупатель, у него всегда есть выбор, да, брать этот товар или не брать товар. Поэтому способ заработка на тех, это да, способ заработка. Те же маркеры ручной работы, те же проектные тетради, создание описаний, проектные сумки, крючки ручной работы, спицы, да, это способ заработать деньги. Но почему и нет? Никто же никого не принуждает, поэтому мне формулировка совершенно не нравится. А вот мода, необходимость, ну, в моем случае, наверное, все-таки больше необходимость, потому что так вот, чтобы бежать за модой, да, и что-то купить, у меня таких покупок именно в аксессуарах не было. У меня вообще в целом аксессуары, те, что я покупала, это в основном дешевый Китай, да, то, что у меня ручной работы, это все подарки от моих подписчиков и вязальных подружек. Поэтому здорово, конечно, все иметь, я скажу так, но и пусть этого всего будет в меру и здорово, если вы всем этим пользуетесь. Вот, это были все вопросы этого тега, их всего было девять. Я надеюсь, вы неплохо провели время. Я вот, смотрите, пару сантиметров снуда связала еще немножко, да, и можно, в принципе, закрывать. Я думаю, где-то вот такую высоту свяжу и будет достаточно. Все-таки маленький ребенок, и много ему складок этих не нужно, но хотелось бы, чтобы можно было, если что, на нос натянуть. Все, у меня на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся в следующих видео, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok